продолжаем работу над нашим интерьером для этого в свойствах заходим на уровень 1 здесь нам необходимо будет расставить мебель в нашем помещении то есть мы делаем гостиную для этого в папочке которая будет идти с данным курсом у вас будет папка rfa заходите в нее выделяете все библиотечные элементы и перетаскиваете их в вьюпорт ревита далее нам необходимо непосредственно саму мебель разместить для этого мы переходим вкладку архитектура компонент и размещаем нашу мебель инструментом повернуть можем их повернуть в ту позицию которая нам будет необходимо скопировать тоже развернуть уже в ту позицию которая необходимо можно выровнять под какую-то плоскость после этого инструментом перенести перенести в то место которое нам необходимо далее вновь заходим вкладку архитектура берем инструмент компонент и находим примеру столик можем разместить вот такой столик если хотим заменить выделяем его в свойствах выделяем там другой далее находим диван вот он у нас вверху находится размещаем его нашем проекте случайно задели наш столик заменим его обратно на стол диван нам необходимо развернуть инструментом повернуть поворачиваем на 90 градусов клавиатуры жмем enter надо было на 180 еще раз 90 и здесь его размещаем в ту позицию которая нам необходима далее у нас также имеются какие-то шкафы для этого заходим в вкладку компонент находим шкаф в том случае если у нас каких-то индивидуальных элементов нет как шкафы как там под телевизором мы их изготовим немножко другим способом сейчас мы рассмотрим сейчас возьмем эти шкафы повернем их на 90 градусов разместим скопируем еще один так архитектура компонент и добавим еще какой-то вот такой вот шкаф так можно вот этот убрать вот этот шкаф разместить в этом месте выравниванием выровнять его к стене данный шкаф можно перенести разместить в этом месте этот шкаф скопировать еще раз после этого замерить расстояние 1300 и данный шкаф поменять то есть него есть габариты по умолчанию мы можем жать edit type копировать вместо 800 вести 1300 двойку удалить лишнюю и соответственно поменять ему ширину на 1300 жмем ok наш шкаф поменял ширину перетаскиваем его в необходимую позицию в принципе готово далее у нас также есть горшок с цветком какой-то находим но в таки вкладку архитектура компонент находим наше вот растение так вот оно примеру это и в принципе можем его разместить там на балкон куда-то те места которые нам необходимы далее нам остается создать непосредственно мебель под телевизор она у нас более индивидуальная мы переходим на 3d вид для удобства можем пользоваться в принципе вот этой подрезкой 3d видом создадим индивидуальную мебель самым быстрым способом мы создаем через складку архитектура компонент жмем внизу на вот этот флажок и жмем place a component мы должны нажать модель в контексте модель in place здесь мы должны выбрать категорию мебель furniture выделяем ее жмем ok и задаем ему имя которое нам необходимо далее жмем ok выбираем модификатор которым будем это делать примеру это обычное выдавливание экстружен берем инструмент прямоугольник и отрисовываем нашу геометрию жмем escape выделяем нашу линию можем ее подвязать под грань стены выделяем эту линию жмем на временный размер можем поменять на эту ширину 400 миллиметров принимаем эскиз и вот таким вот методом мы можем принципе подогнать любую конструкцию высоту можно поменять здесь примеру там 400 миллиметров и после этого должны принять эскиз приняли эскизик переходим вновь таки на уровень 1 заходим вкладку архитектура компонент находим телевизор и размещаем его вот в этом месте можем его выровнять по центру дивана переходим на 3ds смотрим то что у нас не совсем на корректном месте мы должны сместить его на 400 миллиметров так как у нас высота данной мебели 400 метров по высоте в принципе у нас готовый набросок квартиры мы можем включить скрытую линию картинку можем удалить либо скрыть через правую кнопку скрыть на виде элемент то есть на самом деле он у нас будет если он нам понадобится мы можем включить красную лампочку выделить картинку и обратно ее включить но пока что нам на эту надобности в этом мы отключаем ее разрез соответственно можем удалить он нам пока тоже не понадобится далее попробуем разместить данную квартиру на лист для этого мы заходим во вкладку вид находим иконку щит лист и выбираем лист который нам подойдет пример у нас будет а второй альбомный жмем ok получили наш листик далее наш планчик мы просто перетаскиваем сюда во вьюпорт после этого активируем вид и включаем его подрезку то есть на данный момент подрезка слишком большая мы можем ее подкорректировать под размер нашего плана корректировали и отключили его вид далее жмем правую кнопку мыши и деактивировать вид после этого наш план можем разместить в позицию которую нам необходимо если видим что у места на листе много можем добавить масштаб делать покрупнее также у него есть подпись то есть мы можем выделить отдельно подпись и поменять место расположения его либо включить название без линии либо без названия чтобы данная подпись данного листа мы можем задать в принципе здесь далее можем разместить какие-то трехмерные схемы пример у нас есть 3d виды вот этот мы можем его скопировать после чего поменять ему на скрытую линию какую-то сделать какую-то там подрезку вида если это необходимо и в принципе после этого разместить данный вид на лист для этого нам необходимо определиться с ракурсом выставить его после чего подрезку скрыть на виде по желанию можно включить выключить тени после чего закрываем наши виды переходим на листы они у нас находится диспетчере проекта вот наш листик данный 3d вид который мы скопировали можем разместить тоже здесь включить ему категорию без названия поменять масштаб на какой-то более большой 20 50 и сделаем также на непосредственно самом плане мы можем активировать вид и проставить какие-то размеры они находятся у нас на вкладке аннотация вот у нас есть размеры через табуляцию можно выделять элементы которые мы хотим образмерить и таким методом проходимся по всему чертежу там где нам необходимо непосредственно сами размеры также если нам необходимо проставить площади вкладим вкладку архитектура берем инструмент помещения и непосредственно размещаем его после этого можем выделить саму его маркировку и поменять его на ту марку который нам необходимо примеру марка с площадью автоматически мы получаем площади наших помещений также очень удобно создавать взрыв схемы для этого можем перейти на наш 3d вид и границу 3d вида отключить у нас получится вот такая вот геометрия из которой мы хотим показать наше помещение которое будет находиться внутри для этого можем выделять какие-то элементы примеру от наша стена и нажать иконку взрыв схема после чего за вот эти вот стрелочки мы можем вытаскивать наши элементы если нам необходимо можем нажать корректировать и добавлять какие-то элементы в него принимаем эскиз и получаем вот такую вот картину можем включить скрытую линию также при нажатом этом элементе у нас есть иконка путь можем принципе его тоже нажать и указать откуда данный элемент был взят после чего мы жмем escape выделяем какие-то дополнительные элементы с зажатой кнопкой control выделили какую-то часть элементов тоже нажали инструмент взрыв схема и оттащили их в сторону тоже включили инструмент путь и указали путь откуда мы забрали данную стенку при том что данный способ создания таких схем очень корректно работает в том плане что мы с легкостью можем отследить откуда наши элементы были взяты что удобно часто для того чтобы заказчики могли ознакомиться с концепцией нашей работы и если мы зайдем на другой вид то соответственно у нас другие виды будут цельные то есть вид который у нас настраивается как взрыв схема то данные элементы вынесены только на нем что тоже очень удобно далее мы можем поменять масштаб данному виду примеру 1 к 50 перейти на наш лист и данный вид тоже сюда поместить данный масштаб слишком большой можно сделать сотый виды по листу по перемещать так чтобы у нас компоновка села и отключить ему название далее нам необходимо сгенерировать вид который мы будем экспортировать 3d max для этого мы копируем вид и на нем мы нам необходимо примеру мы включаем эту область подрезки с экшен бокс настроить саму сцену для передачи 3d max то есть примеру мебель лучше 3d max и делать отдельно потому что она не совсем качественная в том плане что это невысокополигональные модели в ревите бы они весили очень много и в ревите нет надобности создавать такие модели потому что программа заточена немножко по другие функции и нам ту информацию которую необходимо получить по поводу мебели из ревита это просто габариты их количество поэтому мы можем через правую кнопку скрыть на виде категорию то есть вся мебель будет скрыта если нам необходимо скрывать какие-то вещи поэлементно мы можем их выделять примеру через control нажать на них правую кнопку скрыть на виде элементы то есть данные элементы будут скрыты если у нас телевизор находится в другой категории не мебели то же самое мы можем скрыть его поэлементно то есть на других видах он будет в данном виде он просто не будет присутствовать далее данный вид мы можем переименовать назвать его примеру там fbx жмем ok и после чего делаем экспорт непосредственно в 3d max для этого жмем revit экспорт находим формат fbx и выполняем экспорт здесь жмем save после чего переходим в 3d max для дальнейшей работы с нашим файлом